Международный турнир по дзюдо «Цитадель» сравнительно молод. Первые бои между мастерами этого восточного единоборства прошли в 2011 году. С 2012 местом постоянной прописки соревнований стал легкоатлетический манеж. Спортсмены, а в Брест приехало 280 представителей дзюдо, выступают в 15 весовых категориях. Сватки на татами проходят по олимпийской системе. Дзюдоисты борются на вылет. Соперников определяет жеребий. Меняются страны, возраст и число участников. Но неизменным остается одно – высокий уровень подготовки молодых атлетов. Достаточно высокий уровень. Почему? Потому что сюда просто так кого-то не привозят. То есть представители Белоруссии здесь в основном это те, которые занимают призовые места на, скажем так, республиканских соревнованиях, борются дальше на отборочных соревнованиях к Европе и так далее. Среди спортсменов, которые сегодня выходят на татами, много хоть и молодых, но уже опытных дзюдоистов, победителей и призеров этапов Кубка Европы, участников континентальных турниров. Таких, как воспитанник профсоюзной школы по видам борьбы Артем Кац. Для спортсмена, который сейчас восстанавливается после травмы и готовится к первенству Европы, каждый бой особенный. Думаю, всегда нужно. Ситуация меняется быстро и надо соображать ситуацию. Это скорее установки тренера. Как войти в бросок, как привести его, подвести к нему. Но есть и свое, потому что я чувствую, я знаю его и свои наработки тоже важны. Организаторами соревнований «Цитадель-2018» выступает Управление спорта и туризма Брестского обл. сполкома вместе с Брестским горосполкомом и детско-юношеской спортивной школой номер один города Бреста, в которой уже много лет успешно воспитывают дзюдоистов. В областном центре отделения дзюдо открыты также вздюшор БФСО «Динамо» и вздюшор профсоюзов по видам борьбы. Здесь готовят спортивные кадры для национальной команды Республики Беларусь. Мероприятие запланировано в республиканском календаре, официальное мероприятие, на котором, естественно, борцы дзюдоисты выполняют спортивные разряды, им будут присвоены спортивные разряды по итогам данного мероприятия. Ну и, соответственно, это очень значительный опыт.